Вечерняя эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работают Светлана Муртанюк и Алиса Плахова. И сегодня мы говорим об агротуризме, как развивается эта сфера в Приднестровье, но об этом чуть позже. Да, прямо сейчас у нас на связи участники вчерашнего IT-забега. В столице прошел. Это Вячеслав Швец и Юлия Паша. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Так, и первый вопрос сразу. Скажите нам, пожалуйста, вы IT-шники или чем-то другим занимаетесь? По образованию я инженер-программист, учился в Рыбинском филиале ПГУ. Но то, что я принял участие в этом забеге, это никак не связано с IT. Просто я также являюсь любителем бега. Юлия Абоненко. Да, я совсем не IT-шник. Я пид-дизайнер и тоже приняла участие в забеге, потому что интересуюсь бегом, а не IT. Ага, понятно. Скажите, а кто, может быть, кого мотивировал или чья это была вообще идея? Кто кого привел нам в забег? Так, ну, получается, изначально я начал бегать еще со школы, так, по чуть-чуть с друзьями, иногда вечером. Вот, потом в университете были некоторые паузы, иногда я не мог бегать из службы в армии или работы. В армии мы, конечно, занимались физической культурой, но в таких объемах, как я сейчас бегаю, мы не бегали никогда. Вот, и когда мы познакомились с Юлией, она узнала о моем увлечении, и мы выходили на совместные пробежки, мы просто бегали в свое удовольствие. Вот, и потом, два года назад, мы решили развить это удовольствие в нечто большее, уже как перешли больше в спорт, чем просто в хобби. То есть бег сближает. Вы не первый год, значит, участвуете в IT-забеге? Да, это второй год, что мы участвуем в IT-забеге. Первый год я занял второе место, Юлия тоже, но на дистанции 21 километр. Да, первый год мы бегали полумарафон. Ага. Я расскажу про Вячеслава. В этом году вы финишировали первым, пробежав 21 километр, это полумарафон. Вячеслав, я тоже вчера бежала, чуть-чуть поменьше, чем вы. Вот, и я видела сразу после финиша, у вас брали интервью, и вы очень буднично, спокойно так рассказывали, на вопросы отвечали. То есть вы знали, что вы победите? Вы шли только к победе? Так, ну, изначально у меня был определенный план. Я хотел пробежать на свой личный рекорд. Да. Вот, но я понимал, что если я это сделаю, то конкуренции у меня особо не будет, так как через неделю будет Кишиневский марафон. И многие ребята выбрали дистанцию гораздо меньше, там, 5 или 10 километров. Для них основной старт это был Кишиневский марафон. Для меня каждый старт это что-то, вот, должна быть какая-то личная победа. Вот, в данном случае я понимал, что если я добьюсь своей цели, то победа придет сама собой. Вы побили свой личный рекорд? К сожалению, нет. Не знаю, я грешу на погодные условия, потому что было немножко жарко после дождя, душно. И ветер постоянный. Я надеялся на спуски, допустим, чтобы наверстать упущенное, но ветер в лицо замедлял меня сильно. Скажите, а вообще вот сложно бежать по городу? Ну, в данном случае, конечно же, это не сложно, потому что перекрыли целую центральную улицу в столице. Конечно же, это было не сложно. Вот, во время тренировочного процесса бывают трудности, вот, потому что... Тебе хочется останавливаться на светофорах или воевать с автолюбителями. Да, среда инфраструктуры немножко не развита для любителей бега именно на дальние дистанции. Как бы стадион это хорошо, но когда у тебя тренировка 35 километров, то уже возникают трудности с поиском маршрутов. Юля, а как вам сам маршрут? Вот этот подъемчик, где ДДЮТ, как вы его прошли? Да, я не очень люблю подъемы. Вот Славик, например, любит бегать в горке, я не особо, и мне это было тяжело. И я очень-очень надеялась отдыхать на спусках, но тоже ветер в лицо не помогал. Приходилось работать и в горку, и с горки, к сожалению. Юля, но надо сказать, что вы заняли второе место среди девушек на дистанции в 10 километров. Я считаю, что это достойно аплодисментов и внимания наших зрителей, потому что вы, ребят, большие молодцы. Ну вот, Вячеслав, вы отличились еще не только своим результатом, но и самим процессом. Вы, когда меня обогнали, то я увидела у вас на майке была надпись «Продам гараж и номер телефона». Сразу вы привлекали внимание всех, кто бежал и кто просто смотрел и болел. Скажите, гараж вы все-таки продали? Нет, потому что это не мой гараж. Я надеюсь, что мужчина, чей номер я разместил на своей футболке, он уже давно продал этот гараж и забыл о нем. Это была часть моего плана, чтобы показать людям, допустим, заинтересованным в рекламе, что они могут разместить ее на моей одежде, на моей экипировке. Есть уже предложения, может быть, какие-то по рекламе? Получается, девушка моего друга, она занимается татуировкой, вот, тату Тоня. Пока что она, конечно, ничего еще не сделала для рекламы, но я уже ей помог, я думаю. В дальнейшем, я надеюсь, она сделает для меня футболочку красивую с принтом и информацию о ее салоне. А я хочу еще вас спросить, в чем все-таки залог успеха вот в таких дальних дистанциях? Я просто вот смотрела, Вячеслав, опять же, когда вы меня обогнали на каком-то из поворотов, я подумала еще, ну, конечно, с такими длинными ногами, ну, грех вот так вот быстро не бегать. Ну, то есть это все логично и очевидно. Какой у вас рост и действительно в этом ли секрет? Рост у меня 192 сантиметра. Я думаю, что длинные ноги, они помогают, наверное, при беге с барьерами. Вот, в данном случае, наоборот, чем ты компактней, чем ты более худой, тем ты в более выигрышной ситуации. То есть ты тратишь меньше энергии. Для меня же нужно тратить больше энергии, чтобы перемещать мое высокое тело в пространстве. Юля, а вы что скажете? У вас, может, какой-то есть свой женский секретик? Перемещение тела в пространстве? Ну да, быстро так и изящно. Нет, наверное, женские секреты не отличаются от мужских. Да, я согласна с тем, что, наверное, рост не играет никакой роли. Если ты маленький, компактный, то, наверное, на длинные дистанции тебе будет даже проще бегать. То есть элементарная физика вошла в чат. Ребята, еще такой вопрос. Вот ваши медали, так скажем, победы. На что-то большее мотивируют? Вот стали ли больше, не знаю, тренироваться? Или стремиться к чему-то еще больше? Может быть, да, какие-то новые цели. Вы уже говорили, да, что впереди какой-то у вас очередной марафон? Да, в это воскресенье будет Кишиневский марафон. И вот мы побежим дистанцию. Я побегу 21 километр, а Славик 42. И да, конечно, победы всегда мотивируют, потому что ты видишь результаты своего труда. Ну, меня больше мотивируют, конечно, не прошлые заслуги, а те, которые мне предстоят. То есть меня больше мотивируют медали в Кишиневе, чем та, которую я получил вчера. Ну, вот все-таки согласитесь, когда медальки брятся, их много, все-таки над златом чахнуть очень приятно. В данном случае. Да, возможно, да, они напоминают о том, что уже было. Хорошо, ребята, еще вот такой вопрос. Что скажете тем, кто смотрит на это все со стороны? И, может быть, хочет участвовать, но не верит в себя? Или сомневается? Думают, это же только для спортсменов. Да. Что скажете этим ребятам, которые вот очень хотят, но не решаются? Но не решаются, да. Я могу сказать, что я вообще не спортсмен. Я занимаюсь бегом два года, и никогда до этого спортом не занималась, и даже думала, что я ненавижу бег. Поэтому, не знаю, бег, наверное, подходит для каждого человека, и если страшно, то просто нужно начинать потихонечку и делать это просто с периодичностью. Включать музыку и бежать. И самое главное, не ставить перед собой высокие цели в короткие сроки. Желательно первый старт провести просто в удовольствие бежать, гулять, просто отдохнуть на этом старте. А дальше уже можно будет думать о рекордах. Вы между собой соревнуетесь? Когда забег был массовый, все сортовали одновременно. У вас между собой есть соперничество? Кто займет первое место, второе, третье? У нас только желание стать на тумбу, и желательно, чтобы это было первое место. Приятно, когда мы вдвоем привозим золото, либо приносим его в дом. Точно, и какие-нибудь призы. Приятно потом разбирать подарочки. Как отметили? Пока никак. У нас в воскресенье еще один старт, и мы, к сожалению, не можем отмечать. Да. Да, пока что рано расслабляться. Расслабляется, вот я смотрю, за вашей спиной ваш кот расслабляется за вас всех. Да, это инстинкт-местер. Мы в постоянном напряжении, она постоянно расслабляется. Да, чудесно. Она стоит за нас. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо большое. Удачи вам. Новых побед. И хорошего старта в Кишиневе. Мы будем за вами следить. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы продолжаем экспертное мнение. С нами на связи Татьяна Иськова, председатель агентства регионального развития. Здравствуйте. 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 Ну, нужно сказать, что Квинт сейчас организует поездки на виноградники с экскурсией, дегустацией. Каждая такая поездка – это аншлаг. Видимо, потому что это не так часто организуют. Вот почему у нас этот вид туризма и отдыха так популярен? Нужно помнить, где мы родились, где мы живем. Живем в стране, регионе, где виноделие у нас на каких-то подкорках, да, в нашей крови. Даже если каждая семья к этому не причастна, так или иначе, кто-то, может быть, из наших родственников был к этому причастен. Поэтому мы люди южные, мы люди связанные с винопроизводством, с винопотреблением, с культурой производства, выращивания винограда и производства виноматериалов и вина. Поэтому думаю, что именно это и есть причина того, что этот вид туризма так популярен. Такой винный туризм, гастрономический туризм, смешанный с агой. То есть вы хотите сказать, что это нас тянет к своим корням, так или иначе, да? Я вот заметила такую деталь, что на такие поездки едут очень много местных, вот наших приднестровцев. Потому что, когда к нам приезжают иностранцы, они могут, в принципе, вот такую дегустацию можно организовать. Ну, то есть позвонив просто на завод, да, и вот тебе устроят такую в любое время года. А вот когда идет сбор урожая, очень часто едут местные. Вот мне это удивительно, потому что многие из нас с детства видели. Мы же знаем, как это, да. Как делается вино. У бабушек, у дедушек, у всех там в подвале бочка. Вот эта штука, которая перемалывает виноград. Ну, это просто вот то, без чего нельзя представить наши села, нашу жизнь. И все равно люди едут. И все равно люди едут. Вот зачем им это вы, в принципе, рассказали? Мне кажется, что магия, в том числе и в месте, в самом месте, в атмосфере, может быть, есть еще какие-то секреты? Есть какие-то критерии места, вот этого, которое будет идеально для агротуризма? Вот на ваш взгляд, исходя из вашего опыта? Столько вопросов. И, соответственно, хочется столько же комментариев этому дать. В первую очередь, в первую очередь, хотела бы отметить, что этот вид туризма, винный туризм, как и агротуризм, как и сельский туризм, они почему так популярны? Потому что это все про людей, это все про процесс, и это все про опыт. Сегодня туристическая отрасль выводит получение опыта туристами на новый качественный уровень. Именно погружение в эту среду, в среду производства, сбора фруктов, овощей, переработку, потом пробу того, что получилось. Это как раз про процесс, про получение нового опыта. И ничего нас так не радует, как получение нового опыта. Поэтому я думаю, что это одна из причин, соответственно, того, почему эти виды туризма так популярны. Ну и, конечно, в том числе, потому что мы с вами... Потому что сейчас не у каждого есть виноградники, и не каждый производит сейчас вино. Поэтому детям хочется передать эту практику, этот опыт, эти традиции, и себе напомнить в том числе. А говоря о том, какими качествами или критериями должны обладать эти местности, ну, конечно, в первую очередь местность должна быть привлекательной с точки зрения природного ландшафта, красоты того места, где возводятся те или иные культуры. Потому что про туризм это в том числе про эстетику, это в том числе про красоту, которую мы сможем лицезреть своими глазами. Поэтому если есть высокий так называемый природный потенциал, природно-экологический потенциал, рекреационный, это первый критерий для того, чтобы та или иная местность была популярна в туристической среде. Ну, согласитесь, если нет дороги к этому прекрасному виду, к взгориям виноградника, то немножечко теряет это место. Абсолютно. Здесь нужно понимать, что в туризме, как и в другой отрасли экономики, нет лишних элементов. Здесь точно так же работают все элементы, все составляющие маркетинга. И развитие этой науки теоретической, оно продолжается. И сегодня уже есть 7 пи или 8 пи, так называемые, 8 элементов пи в туризме. Так вот, помимо места, цены, продукта, вопросов продвижения в туризме, классические 4 пи в маркетинге туризма, в этом в туризме добавляются еще два важных пи с английского, процесс и people, люди. То есть процесс и люди. То, как мы осуществляем технологически, доставляем наш продукт, как мы его производим, через что полух проходит турист, через какой опыт. И в том числе люди. Люди, как те, на кого направлен наш продукт, так и те, кто непосредственно оказывает эти услуги, кто вовлечен в сам процесс. И именно поэтому нет лишних элементов здесь. Ну да, это вот тот колорит, без которого это невозможно. Да, хорошо. Ну вот следующий год, 2023, в Приднестровье будет посвящен как раз сельскому хозяйству. И естественно, один из пунктов это агротуризм. Есть опыт Молдовы очень богатый, как пример у нас в этой области. Там очень много таких, причем за последнее время очень много таких мест, где развит этот агротуризм во всех его проявлениях, где можно собрать фрукты, подоить козу, переночевать в сельском доме. Да, как раз таки окунуться в эту атмосферу. Да, у нас не так много, мне кажется, мест. Я вот так навскидку вспомнила Гаяны, садки в Каменском районе, строенцы на юге еще, да, вот где у нас Днестровский лиман, тоже там вроде бы что-то есть. Но чего не хватает предпринимателям, чтобы они хотели больше таких мест создавать, открывать? Неужели вот дело только в деньгах? Да и нет. Да и нет. Это многосложный такой вопрос. Это же вопрос частных инвестиций, которым либо оказывается поддержка в выделении со стороны различных инстанций, государственных, частных, международных. Это первый вопрос денежный, да, финансово-инвестиционный. А второй вопрос как раз с гарантиями, да, с средой, с общей такой ситуацией, в которой, в средой, да, в которой будут вложены эти инвестиции, и которые не быстро, но вернутся, да. То есть, другими словами, предприниматели, люди боятся это делать, да? Абсолютно. А почему? То есть, мало поверить в себя и в свой продукт, нужно еще понимать, какой путь, а какие методы и меры ты сможешь принять для того, чтобы турист приехал в твой гостевой дом на севере Приднестровья или в центральной, или в другой частях, да, Приднестровья. И нужно понимать, что будут задействованы и другие механизмы. В этом случае любой частный инвестор, любого уровня, даже небольшой инвестор на уровне частного домовладения, это инвестор, который ждет определенных гарантий, определенных сигналов со стороны органов государственной власти, со стороны туристической отрасли, общественной отрасли, международной, да. То есть, это всегда про коллаборацию, всегда про взаимодействие. То есть, если не будут выстроены законодательные основы, если не будут меры и программы внедряться в поддержку, да, этих рекреационных зон, этих, не будет такой использоваться кластерный подход, да, в развитии туризма, не будет поощряться вложение этих инвестиций и на государственном уровне, на региональном уровне разными методами не будет осуществляться маркетинг территорий, то есть продвижение отдельных территорий, отдельных населенных пунктов, кластеров, да, населенных пунктов с высоким туристическим потенциалом, то один в поле будет, ну, не так, чтобы совсем воин, да. Поэтому вот только комплексный подход поможет нам увеличить количество домовладений, гостевых домовладений и таких мест сельского и агротуризма. Ну, вот, на мой взгляд, вот у тебя есть озеро, у тебя там плавают гуси, у тебя есть причал, у тебя есть удочка, да, для того туриста, который приедет. Да, казалось бы, что еще? Какая, какая, никакая, да, дорога есть даже, допустим, да, есть где переночевать, но что еще нужно, да, вот, создай страничку, ой, аккаунт в Инстаграм, расскажи об этом всем, подключи, может быть, знакомых каких-то, вот тебе сарафан на радио, вот все работает. Чего еще не хватает? Каких, может быть, ну, кто, кто должен помочь, вот, мне кажется, вот этим предпринимателям, если не они сами? Они сами в том числе, то есть здесь нужно понимать, что, да, любая предпринимательская деятельность из определения это деятельность, связанная с не просто вынесением прибыли, да, извлечением прибыли, а в том числе деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск, да, то есть вы должны четко понимать, что не надо ждать только от органов власти или от всех вокруг, что вам что-то дадут, принесут. Как бы это, может быть, жестко не звучало, да, нужно самим вникать, нужно вникать во все процессы, в части создания своего продукта, в части продвижения своего продукта. Но это не тот случай, когда тебе принесут рыбу готовую, да, да, да. Хорошо, то есть, другими словами, получается, что все-таки инициатива должна исходить от предпринимателя, да. То есть... И снизу в том числе, конечно. А государство уже гарантирует хоть какие-то, да, может быть, гарантии. Абсолютно. То есть государство создает рамки определенные, создает формы, создает условия для развития, для движения вперед, для того, чтобы структурировать ту или иную деятельность, да, особенно предпринимательскую деятельность. Но часто и поспевает, да, то есть отвечая на вопросы более быстрого развития предпринимательской среды предпринимателей, да. То есть некоторые те или иные нормативные акты, законодательные, да, законодательные акты, они развиваются со временем, потому что сегодня они уже могут не отвечать на новые запросы общества, на новые запросы предпринимателей, да. Слово, да, как раз. С тем, чтобы, да, регулировать те или иные сферы деятельности. Но абсолютно важна предпринимательская инициатива. Когда есть инициатива снизу активная, когда есть запрос общества, да, предпринимательского сообщества в том числе, тогда и органы власти в том числе подключаются с поддержкой и различных программ в том числе. Ну вот в продолжении разговора как раз, ну если не было у нас туризма, то и не появлялся закон о туризме. Вот сейчас он разрабатывается. Сейчас, надо сказать, в Верховном Совете и работают над законопроектом, который будет регулировать отношения паломников и вот вообще вот этой сферы паломничества. Мы полгода назад снимали такой первый большой визит большой паломнической группы из Израиля. К нам в Рашков наш. Там было открытие, да, могилы Равина, который очень важен вот в их среде. И это была разовая поездка или сейчас есть вот продвижение и продолжение этой темы? Что вот вы можете рассказать? На регулярном уже уровне как-то это? Ну, по моим данным, этот вопрос, процесс прорабатывается, прорабатывается с израильской стороной, с представителями ортодоксальных евреев, которые находятся по ту сторону океана в том числе. Это логистические такие очень крупные логистические пути, логистические цепочки, которые должны быть проработаны заблаговременно, выстроены маршруты для того, чтобы этот процесс стал более активным, более популярным, более таким массовым с одной стороны. Поэтому сейчас этот вопрос в том числе прорабатывается. Для того, чтобы он стал массовым, нужно понимать, что мы инфраструктурно еще не готовы к массовому туристу, к массовому паломничеству, да, инфраструктурно с точки зрения и средств размещения, и организации питания, и другой экономической инфраструктуры туристической. Это тоже вопросы, которые, насколько мне известно, прорабатываются, проговариваются и находятся в части разработки. Что касается текущей ситуации, реже стали приезжать сейчас эти группы, больше приезжают, да, индивидуалы, в том числе это связано с тем, что очень сильно подорожали билеты на самолет, да, для того, чтобы прилететь сейчас и разместиться здесь, нужно потратить, инвестировать большое количество денег, и поездки эти пока очень дорогие. Это тоже связано с энергетическим кризисом, да, который сейчас происходит, с постковидным кризисом. Поэтому думаю, что, ну, сложно вообще что-то прогнозировать, особенно, да, сейчас в части туризма, на ближайшую перспективу, но есть надежда, что всё-таки в следующем году при благоприятном раскладе, да, в том числе геополитическом, этих паломников, людей, туристов станет больше уже в следующем политическом сезоне. Ну, и вообще эта сфера получит толчок. Да, но вот вы упомянули о пандемии, да, она сейчас как раз отступает, люди уже более активно ездят путешествовать. Меньше запретов. Да, меньше запретов, люди соскучились по, в принципе, по путешествиям, в том числе, естественно, здесь, в Приднестровье. Что сейчас конкретно делается для развития агротуризма, если сравнивать с прошлым годом, вот если можно конкретно, что поменялось, что изменилось, да. Есть ли сдвиги какие-то качественные? Ну, я думаю, что более такие осмысленные сдвиги мы будем ожидать, осмысленных сдвигов мы будем ожидать в следующем году, как раз этот год будет посвящен, да, этой теме развитию и агротуризма, и вообще сектору АПК. АПК, ну, по нашим сведениям, профильные организации, профильные органы государственной власти занимаются тем, что готовят программы поддержки развития этого сектора и рассчитывают на качественное внедрение в следующем году. Спасибо большое. С нами на связи была Татьяна Иськова, председатель агентства регионального развития. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо и вам. Всего доброго. Это было «Экспертное мнение». Далее в эфире ТСВ смотрите новости. Не переключайтесь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!